Приветствую всех на канале. Очередной китайский миниатюрный автомобиль к нам попал в работу. На этот раз Chery EQ1. Так, ошибок у нас нет ни в одном блоке. Но автомобиль к нам приехал с проблемой, то что она проезжает меньше пробег, чем может проезжать. И если зайти в батарею... Так, что у нас по элементам? У нас напряжение максимальное 3927, то есть батарея почти полностью заряжена. И максимальное напряжение у нас 1624. То есть минимум на двух элементах у нас максимальное напряжение. Минимальное напряжение у нас 3675, то есть почти 300 милливольт. И если учесть, что она работает автомобиль в диапазоне от 3,1 до 4,2 вольта, то она работает в диапазоне 1 вольт и 200 милливольт или 290 милливольт это почти 29%. То есть у нас она в результате будет проезжать на 29% меньше. В общем-то, что клиент ей говорит о том, что она стала проезжать, вернее, она проезжает меньше, чем заявлено. Не знаю, стало или не стало, или так и было. Но, короче говоря, есть такой момент. Теперь нам нужно батарею снять. Здесь у нас литий-ионная батарея, судя по напряжению, не литий-железо-фосфатная. И нам нужно снять эту батарейку, отбалансировать и кое-что еще сделать, для того, чтобы такое больше не появлялось. В общем, у нас проблема с 8 элементом. Сохраняю отчет себе. Так, в общем, сейчас я ее поставлю на зарядку, заряжу полностью на 100%, чтобы она была заряжена. И будем снимать батарею и разбирать. Кстати, этот автомобиль у нас, в отличие от предыдущего, который мне очень понравился, чисто городской, тот был двухместный. Этот у нас четырехместный автомобиль. Сзади тоже есть места. Честно сказать, тот автомобиль гораздо более интересный. По крайней мере, он необычный. И к тому же еще и литий-железо-фосфатная батарейка. Ну, посмотрим, что здесь у нас за батарея. Насколько черри продвинутая в производстве автомобилей. Есть ли здесь у нас охлаждение в батарее. И вообще, как выглядит батарея изнутри. Так, интересно, что у нас под капотом. Здесь капот тоже съемный. Любят маленькие автомобили капоты снимать. А под капотом у нас ничего. Только вакуумный насос, вакуумный усилитель, ресивер и 12-вольтовый аккумулятор. А, ну да, и компрессор кондиционера. Кстати, здесь тоже есть блок АБС. И алюминиевый. Здесь рама, походу, алюминиевая. И сверху одет пластик. Вот это уже интересно. Не стальной, как многие другие автомобили. И маленький-маленький радиатор. А вот так вот выглядит батарейка снизу. Здесь вот пломба. Потому что машина, скорее всего, была где-то в такси. И для того, чтобы не сняли ее, повесили здесь такую пломбу. И еще, что обратил внимание, что здесь автомобиль полностью алюминиевый. Собран на алюминиевом каркасе. И оперение все пластиковое. И еще лайфхак, как удешевить производство автомобиля. Берем задний левый рычаг. И устанавливаем его спереди-справа. Ступицы, конечно, немножко отличаются. Потому как здесь стоят дисковые тормоза, спереди барабанные. Но здесь, судя по всему, тоже поворотный механизм. И вместо рулевой рейки вот такая вот тяга, на которой делается развал схождения. В общем, взяли, перекрестили рычаги. Задний правый поставили вперед налево. И передний правый поставили назад налево. Здесь у нас, как я уже сказал, дисковые тормоза. Стойки, кстати, уже меняные. Про алюминиевый кузов я сказал. И мотор у нас стоит сзади. Вот такой редуктор миниатюрный. У мотора жидкостное охлаждение. Инвертор стоит здесь же. Тоже с жидкостным охлаждением. На автомобиле АБС. Но немножко китайцы не доработали. Сделали каркас алюминиевым. А батарею оставили стальную. При том, что многие производители китайских автомобилей ставят алюминиевые батарейки. Вернее, батареи с алюминиевыми корпусами. Здесь же они все облегчили из алюминия. А батарею оставили стальную. Ну, видимо, что-то знают. А так было бы очень даже ничего. Сэкономили кучу веса. И при этом не было бы такой коррозии. Ладно, в любом случае сейчас отсоединяю. А, еще забыл добавить, что у нас нет охлаждения на батарее. Вторая пломба. Охлаждения на батарее нет. И батарея у нас 330 вольт, 110 ампер час. То есть, где-то 30 киловатт батарейка. Пластиковая крышка и стальной низ. Так, момент истины. Снимаем крышку. Ух ты, какая красота! Китайцы не стали отходить от правил. Первый модуль начинается от минуса. И они здесь подписаны B3+. И дальше таким образом идет отсчет. Вот первый, второй модуль, третий модуль. Один, два, три. Пошел на чеку. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И нас интересует восьмой. И надо посмотреть по отчету. Двадцать четвертый. Надо будет сейчас промерить напряжение, сколько у нас на каждой сборке. И посмотреть, все ли у нас везде одинаково. Просто наша диагностика не показывает матрицу напряжений. Вернее, одна из диагностей не показывает матрицу напряжений. А показывает только максимально-минимальное напряжение. У нас здесь идет пять. Но в одном модуле у нас здесь последовательных соединений. И вот у нас напряжение 4,25. 4,26. 3,957. Надо вот этот как раз восьмой элемент, надо чуть зарядить. И у нас здесь походу батарейка не литий-ионная, а литий-полимерная. У нее напряжение чуть-чуть выше. И поэтому она заряжается до упора. То есть у нас по факту имеется не перезаряд, потому что он незначительный. А все-таки ошибка, она общая, перезаряд или, короче, овер-вольтаж или андер-вольтаж. Но по факту у нас как раз один элемент расслабленный. В общем, сейчас его нужно будет зарядить. И немножко апгрейдим батарейку. Но для этого нам, наверное, нужно будет снять этот модуль. Потом этот модуль. И, возможно, частично снять этот модуль. А может и не надо будет. Ладно, сейчас тогда сниму эти модули. Для тех, кто давно наблюдает за нашим каналом, видели, что если в батарее появляется разбег, то, как правило, заканчивается заменой модуля. Но если это европейский или американский распространенный автомобиль, то это одно дело. А если Китай, да еще и для внутреннего рынка, то это уже большая проблема. Поэтому мы решили установить дополнительный активный балансир. Для того, чтобы самый слабый элемент не проваливался. В идеале необходимо устанавливать активные балансиры на всю батарею. Но владелец решил установить только один активный балансир, перекрыв эти слабые места. Но с возможностью до установки всех остальных. Так, модуль у нас отбалансирован. И уже поставил сюда выводы нашего активного балансира. Вот он лежит. И первый разъем уже подсоединен. Я хочу сделать, чтобы здесь были разъемы, аналогично как штатная БМС идет, так и наш нештатный активный балансир будет отдельным разъемом. То есть, если снимать модуль, то отсоединить два разъема и снять. Не откручивать провода. У нас таких разъемов будет три в общей сложности. Один будет неполный, потому что 24 канала. И на одном модуле будет только часть каналов задействована. Пока согласовались с владельцами вот таким вот образом. Потом можно будет добавить дополнительные каналы и поставить больше балансиров. Поэтому пока что так. И продолжаю заниматься этим чудным автомобилем. Проводка готова. Это у нас идет на сам балансир. И это идет на три модуля. Этот модуль уже проводка установлена. Сейчас этот подкоммутировать надо будет. И вот эти пять проводов на третий модуль. Потому что каналов у нас 24. И поэтому будет задействовано только 24 канала. Эти останутся свободой на всякий случай. Как я уже сказал, возможно поставим позже. Ну, в общем, теперь можно устанавливать эти выводы на те модули. Аналогично вот этим. Вот он установлен. И можно будет собирать батарейку. Балансирные провода протянуты. Уложены. Пока что еще здесь не замотано. Балансир сам здесь. Сейчас тоже буду смотреть, куда его поставить. И сейчас, грубо говоря, последняя проверка перед уже упаковкой их. Последняя проверка, правильно ли все раскоммутировано. Поэтому сейчас проверю. И если все нормально, если у нас напряжение растет, то тогда уже спокойно подключаю балансир. Подключаюсь к нему через Bluetooth, через телефон. И проверяю, что у нас там есть. И если все нормально, то устанавливаю батарею на автомобиль. Так, подключено правильно. Поэтому можно подключать его к самому балансиру. И подключим Bluetooth. Так, БМС-ка у нас подключилась. Сейчас подключу ее. Так, у нас 84 милливольта у нас дельта. Самый сильный у нас 9-й. И самый слабый у нас 1-й. Так, уже 493, 80 милливольт дельта. И подконтрольно сейчас заряжу ее чуть. И, в принципе, можно будет подкидывать на автомобиль. Пока балансировку я выключил, чтобы она не работала зря. Да, ну, посмотрим. Позаряжалась немножко батарейка. И уже у нас дельта 16 милливольт. 4,256. В принципе, можно еще чуть подождать, чтобы еще чуть-чуть зарядилась. Но, в принципе, это можно доверить уже и активному балансиру. Довести дело до ума. Провода я сюда ставил силиконовые. И, в принципе, можно уже и батарею скручивать, подкидывать на автомобиль. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так, 15 милливольт осталось. В принципе, можно на этом и остановиться. Батарейка установлена. И сейчас будет момент истины. Что у нас поменялось. И что у нас в итоге вышло. Что у нас по дельте? Дельта 21, за 1,5. 21, так стоит? Да. За 1,5. 22. 22. Короче, в пределах 21, 22. Да. Сейчас 24. 22. Ну, это сейчас батарея, правда, почти полностью заряженная. Кстати, вот мы сделали круг. Я не знаю, сколько он в километрах. Кстати, всегда хочу все-таки посчитать, сколько один круг километров. Но все забываю. Но у нас остался пробег 244 километра. Выезжали 249. 5 километров. Вот она при гальмувании поднимает дель. Тут 35, 39 зараза была. А не видно, какой выскакивает? Вот там... Вот там... 31. Там есть минимальное и максимальное напряжение. Какое из них выскакивает? Ага. 4,12. Ну, самое минимальное, это 4,14 и 4,19. Угу. Слово, и дель топить на лассе, и тельки шелта 0,1. Ну, то есть... 100 милливольт? 100 милливольт. Ну, это может быть кратновременная. Это может быть где-то потерялся пакет, и она вот так вскакнула. Ну, зараз 20, дармай. Ну, в динамике, конечно, она очень-очень вялая. На обгон на таком автомобиле, конечно же, не пойдешь. Ну, честно сказать, могли бы сделать более динамичную машину. Потому что батарейка 35 киловатт, достаточно легкая, компактная. Поставить сюда моторчик чуть мощнее, чтобы она резво ехала. Потому что она даже в городском потоке, ну, если плотный поток, то ехать будет. А так... Так тяжело. Ну, что-то на проекты не ездили. Ну, я 0, ну, 20 милливольт. Как я начинаю здесь вольную вату, она поднимает до 30 милливольт. А, ну, отлично. В общем, вот такой вот был ремонт, обслуживание, апгрейд автомобиля. И если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Будет еще много-много интересного. Ну, а сейчас до скорой встречи. Всем пока. Пока.